Елизавета Анатольевна, добрый день. Добрый день. Уже еще под Новым годом принял решение вас назначить руководителем юридического департамента в нашей компании. У нас в предыдущей руководителе ушел на повышение внутри этажей. Не знаю, повышение, не повышение. Разнозначно повышение. Я тоже так считаю, повышение. Молодец за него растет. Никита тоже прекрасно развивал бизнес, поэтому мы его дальше решили выращивать. Твой путь у нас такой длинный в компании. Сколько уже лет? Четыре года. Четыре года, да. Вот. Мне кажется, ты уже все этапы прошла. И сетью руководила юридической части. Где-то там многие города ставила. Ты, слушай, ездила у нас много, правильно? Да, мои командировки были в город Краснодар. Когда у нас ушел весь юридипоктайминг, мы ставили весь процесс с нуля. Также выезжала на поддержку города Сургута. Выезжали в Челябинск. Выезжали в Саратов. Помогали также франчайзе ставить систему. Ну, мне кажется, ты уже много везде все видела. Там по месяцу жила где-то, да? Да, у меня месяц был. Прям у нас такой качель, что называется. Ну, на самом деле, мы в юридической части сильны. Вот, мы, я считаю, серьезно автоматизировали процесс. Сейчас онлайн все происходит у нас там и в сделках, и в системах. Мы как движемся, ну, на стрие, да, что называется, технологий. Вот. И в самом праве не отстаем, да? Потому что там есть судебная работа, она никуда не делась. Вот. И активное изучение права применения, как и что происходит. Работа с госорганами, мне кажется, очень важный компонент задачи. Вот. Работа с сетью, потому что у нас везде... У нас сети сколько суммарных юристов? У нас около шестиста. Шестиста, да? На сегодняшний день. Да, шестиста. Ну, это большая такая цифра, мне кажется, чтобы там слабо все слаженно происходит. Вот. Есть, сразу скажу, и негативные факторы. Мы видим сейчас, как мошенники активизировались на рынке. Вот. Я, наверное, завтра буду какое-то официальное заявление делать на эту тему. Потому что вопрос там серьезный, да, мы это прям видим. Я считаю, тут надо информировать граждан о том, что вообще происходит. Потому что, ну, ладно, допустим, есть, ну, случаи, когда недостаточность информирования, да, и я считаю, мы должны это исправлять, и не надо бояться, там, говорить, что видим на рынке проблемы, да, потому что это важно. Вот. Ну, также хочу отметить, что очень большая надежда и риэлторов, что у нас все быстрее будет. У нас всегда все быстро будет в части, но, мне кажется, надо нам еще быстрее работать, да? Однозначно. Потому что я знаю, что вы договора ночью печатаете, да? То есть все у нас автоматизировано. То есть я даже недавно смотрел, там, вот, посмотрел, юристы в два ночи печатают это. А у нас ночью мотивация больше, да, и по вечернее время. Да, конечно. У нас вечерние заявки, они у нас оплачиваются вдвойном. А, вот так вот, да? Ну, нет, я знал, что, ну, не знал, что прям вдвойном. Вот. Ну, это правильно, кстати, я считаю, что это правильное решение. Вот, зато уже восемь утра, и уже все, заявка отработана, договор готов, клиент и сейчас навыкли. Вот это важно, на мой взгляд. Вот, потом, на что хотел обратить внимание? Конечно, на развитие людей в департаменте, да? Потому что, на мой взгляд, это важно, на мотивационный менеджмент. Я знаю, мы уже, вся система переведена от результата, правильно? Конечно, у нас 40% окладная часть, и 60% у нас результативный департамент. Все, все. То есть, ну, то есть, юрист может прям зарабатывать. Потолка в зарплате нет. Нет, нет, все. Все зависит от его потенциала. Все, я думаю, что это правильная политика партии. Вот. Также хочется тебе пожелать развития, да? Вот, поэтому ты у нас с сегодняшнего дня наряду вступленную должность сходишь в управляющий комитет компании. Вот, я тебе там желаю успехов всячески. Вот, в этом поприще. Ты у нас еще управленец молодой, да? Ну, лиха беда начала. Наша компания известна тем, что мы доверяем молодым. И опытным тоже доверяем. Но в основе таланта, на мой взгляд. Я глубоко убежден, что человек от возраста не зависит, да? Скажем так, если талантлив человек, он в юном возрасте талантлив, и на пенсии он талантлив, да? То есть он эффективен. Поэтому я в этом глубоко убежден. Вот. Как у тебя вообще впечатления? На самом деле, я хочу выразить вам благодарность за такое доверие. Не только всем моим руководителям. То, что вы меня поверили. Я буду стараться выполнять все поставленные задачи, все поставленные цели. Я прекрасно понимаю, что нужно делать в юридическом департаменте, куда направлять векторы. Однозначно нужно выстраивать интеграционную функцию также со смежными департаментами. Нужно выстраивать бизнес-ритмы. Нужно двигаться в одном направлении в соответствии со стратегией компании. То есть здесь все понятно, все прозрачно. Спасибо компании за то, что есть возможность развиваться, есть возможность достигать достаточно больших высот, достаточно короткие сроки. А это большой плюс. Ни в одной другой компании такого нет. Слушай, а минус какой? Минусы какие у нас в юридической части? На чем нам работать надо? Минусы тут, скорее всего, с третьих сторон. То, что нам они дают максимально автоматизировать систему, перевести все в онлайн. А, ну что, требования законодательства, что это не минус, это особенность больших государств. Там все-таки вот свои законодательства, нужно другие иногда вещи защищать. И поэтому либерализации большой нет в системах. То есть надо учитывать и в рамках действующих систем уметь максимально эффективное решение находить. На самом деле, наше государство сильно продвинулось в юридической части. Возьми, слушай, Росреестр, там МФЦ, да, это же крутые инструменты. Срок регистрации, я вот был, серьезно, во Франции, да, они там рассказывают, у них до двух месяцев срок регистрации. В Америке 14 дней, 17, у нас день. То есть это к вопросу, да, что тут вот надо аккуратно. В Казахстане очень большие успехи, там тоже все махом происходит, вообще все автоматизировано, там нотариат, нотариат, нотариус онлайн. Вот я смотрю, то есть мы, мне кажется, на таких вот соседних странах, да, видно, что, ну, развивается наука юридическая. Слушай, а вот еще что важно, вот ты сказал, что, дескать, я считаю, ты сама заслужила, мы трекаем всех абсолютно людей, и если человек талантливый, добивается результатов, показывает выдающуюся динамику, мы всегда даем самую высокую должность. Вот у меня, знаешь, я вот давно руководил уже в компании, да, у меня всегда один принцип, что наверху должны быть самые талантливые. Не тот, кого ты, ну, сама знаешь, мы, по-моему, с тобой первый раз так беседуем, да, беседуем? Да. Вот, но я видел, как ты растешь, да, про тебя рассказывали, что ты эффективный, я видел динамики, поэтому без сомнения, там, решение принял, поддержал. Так что теперь ты высший табменеджер нашей компании. Я тебе желаю удачи в работе, чтобы все у тебя хорошо было. Благодарю.